В Ульяновске Предстоит формирование экономической основы для дальнейшего развития Жизнь меняется очень быстро Ресурсов на сегодняшний день, к сожалению, не так много И необходимо очень активно работать на внешних рынках По привлечению крупных игроков, профессиональных игроков По привлечению ресурсов с федерального центра Ресурсов частных инвесторов Для того, чтобы регион не утратил те темпы роста и развития, которые есть Но при этом ни в коем случае нельзя упустить из внимания текущую ситуацию Необходимо обеспечивать постоянное высококачественное функционирование Систем жизнеобеспечения региона Система социального обеспечения, социальной защиты населения Ульяновской области Необходимо работать с действующими предприятиями Четко отслеживать их приоритеты, их текущее состояние И их интеграцию не только в российскую, но и международную кооперацию В качестве инструмента решения этих задач Смекалин предложил использовать внедрение эффективных методов управления И применение системного подхода Проектный метод управления подразумевает распределение ответственности Между руководителями блоков, министрами и директорами департаментов Сегодня мы отчетливо понимаем, что поддержка и развитие промышленных предприятий региона Должно находиться на первом месте Во-первых, это формирование налогооблагаемой базы Которая позволяет региону выполнять все социальные обязательства Участвовать во многих социальных проектах Для этого мы должны четко понимать, как чувствует себя наша экономика Наши промышленные предприятия Для этого уже сейчас прорабатывается ряд программ Вместе с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации Для того, чтобы максимально участие регионального промышленного блока Было вместе с московским представительством Сегодня мы уже участвуем в ряде программ Это поддержка и предприятий легкой промышленности, авиационной промышленности Кроме этого, на территории региона в 2016 году был впервые принят закон Который позволяет выделять средства для промышленных предприятий Ульяновской области Для того, чтобы они смогли закупить новое оборудование И осуществлять разную поддержку В том числе и предоставление налоговых льгот В сфере образования утверждены два приоритетных проекта Одно из них направление это создание дополнительных мест В общеобразовательных школах Вы понимаете, это ликвидация второй смены с одной стороны С другой стороны, это современные условия обучения Которые должны быть достоин любого ученика Для того, чтобы качество соответствующее обеспечивать Мы должны принять соответствующие меры И второй проект, не менее важный Это подготовка высококвалифицированных кадров В соответствии с новыми требованиями экономики Даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня В глубокой степени в проработке один и другой проект Существуют на федеральном уровне утвержденные проекты И в одном и в другом направлении Двигаясь следом за федеральным министерством Мы обозначаем для себя совершенно четкие параметры Так до 2025 года у нас должно быть создано 12,5 новых мест в общеобразовательных школах Приоритетные проекты затронули ряд других социальных направлений Таких как рынок труда, здравоохранения, культура, туризм На сегодняшний день все проекты проходят стадию подготовки Формируются проектные команды В ближайшие два месяца предстоит большая работа по их утверждению Эльвира Зямалова, Юрий Конихин Новости Ульяновская правда